Друзья, всем добрый день. Рад вас всех приветствовать. Сегодня я вам решил рассказать историю о посещении официального дилера. Это не моя история. Мне написали ее в ВК. Человек написал два поста мне в предложку, в группу. Я их опубликовал. Второй пост оказался очень таким большим и объемным. Плюс там человек приложил видеоматериалы. То есть мне показалась вся эта история очень такой интересной. Я решил сделать по ней отдельный ролик. Сразу хочу оговориться, что ни в коем случае я не равняю всех дилеров под одну гребенку. Я прекрасно понимаю, что есть дилеры хорошие, так скажем, назовем, которые ответственно подходят к своей работе. Там работают профессионалы. Они хорошо относятся к клиентам. В общем-то, все там хорошо. А есть дилеры, которые, будем называть вещи своими именами, просто наплюют на своих клиентов. И там как бы во главе всего чисто прибыль, бизнес и так далее. Понятно, что вообще в целом все это бизнес и продажа автомобилей, и дилерские центры и так далее. Но в некоторых все-таки нормальные, хорошие отношения к клиентам. То есть всех мы под одно равнять не будем. Причем неважно, какого бренда этот дилер. Будь то Lada, будь то Hyundai, будь то BMW. Любые дилеры есть как хорошие, так и плохие. И, разумеется, не будем забывать про то, что и клиенты бывают далеко не подарок. Те, кто работает в сфере обслуживания, я думаю, меня сейчас прекрасно понимают. Я сам довольно-таки долго проработал в торговле. И поверьте, я встречался с такими клиентами, что как бы врагу не пожелаясь. То есть это тоже не будем забывать. То есть мы сейчас будем говорить о конкретном случае, о конкретного дилера. То есть этого дилера я назову. Пост написал владелец автомобиля Lada Vesta. Автомобиль этот практически новый, 2020 года выпуска. На момент обращения к дилеру на автомобиле пробег там чуть больше 4000 километров. В первом посте владелец жаловался на такую проблему. Я, честно говоря, первый раз такую увидел. В общем-то, в чем суть? При включении передачи заднего хода, включается камера заднего вида. Все как положено. Но потом, когда включаешь первую передачу, начинаешь двигаться вперед. На экране мультимедиа зависает картинка, которая была, когда мы двигались назад. Вот уже еду некоторое время, а на моей мультимедиа картинка камеры заднего вида, которая была, когда я браковал машину, в том месте, откуда сейчас уехал. И так это уже периодически, ну, случается ни первый, ни второй, ни третий раз. Тут такой важный момент. Неисправность – это непостоянная. Она, как и многие неисправности на автомобиле Lada Vesta, плавающая. За два с половиной месяца владения автомобилем владелец сталкивался где-то 8-10 раз с этой неисправностью, по его словам. То есть она непостоянная, но, и с другой стороны, это не разовый глюк. То есть периодически она выскакивает. Это надо понимать. В комментариях под этим постом многие, в том числе и я, советовали автору обратиться к официальному дилеру для устранения этой неисправности. Сбегая вперед, хочу сказать, что автор так и сделал. Он обратился к дилеру, и у него была это не единственная претензия. Также он жаловался на многим весоводам так хорошо знакомый и любимый звук при движении задним ходом. Это касается автомобилей с задними дисковыми тормозами. И также автор жаловался на то, что автомобиль, двигатель на автомобиле не всегда запускается с первого раза. Пробуем завестись. Завелась, но очень проблемно. Последний раз я ее оставил, но ездил час назад, прошел час с момента последней поездки. Нет, не заводится. Опять еле-еле. Эта проблема тоже плавающая, и владелец прекрасно понимал, что при посещении официального дилера маловероятно, что все эти проблемы у него как бы покажутся, да, и что дилер их увидит. Поэтому он об этом позаботился и заранее сделал видеозаписи всех этих неисправностей, чтобы показать дилеру. Курс дела я вас ввел. Дальше я сейчас просто вам зачитаю весь вот этот вот пост. Второй, который написал автор, он довольно-таки интересный, уже непосредственно о посещении официального дилера. Я зачитаю все, как есть, как написал автор, кроме одного момента. Автор дал одному из сотрудников, а конкретнее мастеру-приемщику, такое довольно-таки оригинальное прозвище. Я его как бы не буду зачитывать по понятным причинам, да. Ну, кому интересно, можете перейти по ссылочке в описании на сам пост и посмотреть, как же автор его прозвал. И, наверное, я сверху наложу какой-то видеоряд, скорее всего, со своего посещения официального дилера. Сразу хочу сказать, своим официальным дилерам я доволен, никаких претензий у меня как бы к нему нет. То есть, это видео не будет относиться к тому, что я читаю. Ну, это просто, чтобы вам было легче смотреть, да, а не смотреть, как я зачитываю этот материал. Я уже неоднократно вам рассказывал о телематическом комплексе Vesta Connect. И у меня есть хорошие новости, как для тех, кто им уже пользуется, так и для тех, кто только планирует его установить. Но обо всем по порядку. Напомню, что речь идет о системе автозапуска с GPS-трекером, специально разработанной для Lada и Renault. Эта система, помимо автозапуска со штатного ключа, дает вам возможность заводить автомобиль и управлять центральным замком через приложение с любого расстояния, даже из другого города. Также позволит вам отслеживать месторасположение вашего автомобиля под GPS. Ну, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, к примеру, угона или эвакуации вашего автомобиля, система уведомит вас через звуковой сигнал в телефоне. Комплект Vesta Connect разработан специально для самостоятельной установки на автомобиль Lada Vesta. К заверению производителя, система устанавливается самостоятельно за 40 минут, то есть вам не придется тратить лишние 5000 рублей на установщика. И второй очень важный момент, то что установка происходит без нарушения штатной проводки, то есть не режется ни один провод, все подключается по штатным разъемам автомобиля. И в случае необходимости это все можно снять, не оставив и следа. На канале производителя есть подробнейшее видео, которое ответит на все ваши вопросы по установке. А теперь к хорошим новостям. Сейчас ребята готовят глобальное обновление, которое добавит в приложение диагностический функционал. То есть можно будет из этого же приложения без какого-либо дополнительного оборудования читать и исправлять системные ошибки, считывать по кану остаток топлива, температуру двигателя и многое другое. И при этом в всем огромном функционале Vesta Connect остается значительно дешевле аналогичных систем с установкой. Все интересующие вас вопросы уточняйте у продавца, все ссылочки будут в описании. При заказе не забудьте указать промокод Парамонов, по нему вы получите дополнительную скидку. Всем добрый день, друзья. Пишу в продолжение недавнего поста о зависании мультимедийной системы. Точнее, комментарию под ним с советом ехать к официальному дилеру. О вчерашней своей такой поездке и хочу рассказать, и заодно услышать ваше мнение. Зависание мультимедийной системы не самая главная проблема моего авто, которая меня волнует. Основное неудобство доставляет запуск двигателя. Точнее, его не запуск, на теплую, после недолгой стоянки. Также весьма досаждает низкий утробный гул при движении задним ходом. Вот по трем этим пунктам я и записался на прием к официальному дилеру. АО «Автоцентр Тольятти ВАЗ». При записи и при приезде туда я еще раз уточнил, что все эти проблемы не перманентны, а проявляются периодически, и никакой закономерности их появления я не обнаружил. Именно поэтому за несколько дней до поездки я начал вести видеофиксацию каждой попытки запуска ДВС. И таким образом за пару дней набралось около пяти видео, на которых отчетливо видно и слышно, что движок не запускается с первого раза. При приезде в сервис мой автомобиль принял мастер-консультант Лопатин Павел Иванович. Началось все с того, что мастером-приемщиком был категорически отвергнут просмотр с таким трудом и любовью смонтированного мною ролика. С формулировкой типа «ДХЗ вообще кто что и где там наснимал». Убеждаться и фиксировать неисправности автосотрудник сервиса должен собственно лично. На мое предложение о готовности потратить свое личное время и целый день катать их человека с камерой, чтобы он зафиксировал все недосчеты, мастер-приемщик только развел руками и что-то невнятное пробурчал. Потом он несколько раз попробовал завести мой автомобиль и, конечно же, он завелся с полуоборота. Для обнаружения жигула при движении задним ходом мне было предложено прокатиться по территории сервиса. С мастером-приемщиком мы выехали на прилегающую территорию, где он судорожно отключил мой видеорегистратор, так как у них чуть ли не стратегический секретный объект, хотя кроме мусора и грязи я там ничего не увидел. И он целый один раз, один Карл, проехал задним ходом 5 метров и никакого гула, естественно, не обнаружил. По территории цеха мы ехали дольше до этой площадки, чем на ней мастер-приемщик тестировал мой автомобиль. На обратной дороге в цех мне доверительным тоном было сообщено, что, дескать, да, известно про такую проблему как гул, связанное это с установкой дисковых тормозов вместо барабанных, и что ребята из какой-то академии ВАЗа или ЛАДА рекомендуют решать эту проблему кратковременным поднятием ручника во время движения, что мне и было незамедлительно продемонстрировано. Советов по протирке лобового стекла и подкачке шин почему-то не последовало. Итогом всех манипуляций стало то, что причин, позволяющих мне сдать автомобиль в ремонт по гарантии, не обнаружено. Я могу или отправляться в освояси, не словно хлебавши, либо же пройти платную диагностику. И если она вдруг что-то обнаружит, то там будем думать. Что это развод на деньги было понятно сразу, но мне не хотелось впустую прокатать 200 километров туда-обратно. Деваться некуда, поэтому я согласился. Так как диагноз был занят, мне с моим товарищем было предложено немного подождать. Где-то минут через 40 мастер-приемщик вышел, чтобы подогнать мой автомобиль к месту диагностики. И барабанная дробь, она у него не завелась с первого раза. То есть движок за 40 минут как раз подостыл немного, и эта болячка сразу проявилась. На наш с товарищем ликующий вопрос, убедился, мол, что проблемы существуют. Мастер-приемщик пробурчал, диагностика покажет. И быстро скрылся в своем офисе. Диагностика, разумеется, ничего не выявила и не показала. Кто бы сомневался. Но самое интересное было дальше. Когда мастер-приемщик принес мне на подпись «Заказ наряд», я спросил у него. Ну, убедились? Не завелась же сразу, как немного постояла? На что он, глядя своими зенками, мне в глаза ответил. Нет, сразу же завелась. От такой неприкрытой наглости мы с товарищем тут и сели просто. Как же так говорим? Вот мы стояли в 10 метрах от нее и явственно видели и слышали, что ты не смог завести ее с первого раза. А теперь стоишь тут и врешь нам в глаза. И тут сотрудник официального дилера «Лада» выдал такой гениальный ответ, что я не удивлюсь, если «АвтоВАЗ» высечет его в граните, повесит в головном офисе на самом видном месте или сделает своим девизом. Мастер-приемщик заявил. А где написано, что он, автомобиль, должен заводиться с первого раза? После такого заявления стало понятно, что все дальнейшие дискуссии бессмысленны. И ловить конкретно здесь больше нечего. В связи со всем вышеизложенным хотел бы спросить у вас. Кто-нибудь сталкивался с ремонтом по гарантии? Как вы действовали? Какие препятствия на пути вам ставил вас? Потому что ясно, как божий день, что перед сервисами стоит задача всеми правдами и неправдами не принимать авто на гарантийный безвозмездный ремонт. Раньше в разговорах с автолюбителями я всячески старался защищать вас и его продукцию. Но после того, как лично столкнулся с этим спрутом, энтузиазма поубавилась. Как-то неприятно слышать, что автомобиль стоимостью почти под миллион не должен заводиться с первого раза. И на нем нужно дергать ручник во время езды, чтобы он не гудел при движении задним ходом. Друзья, далее я хотел бы дать несколько комментариев. Первый по поводу глюка ММС. На моем автомобиле тоже установлена мультимедийная система, точно такая же. Я с таким глюком ни разу не сталкивался. Если вы сталкивались, то обязательно напишите, чтобы нам хотя бы понимать, насколько часто эта проблема. И если вы нашли решение этой проблемы, то тем более напишите, поделитесь своим опытом. Я думаю, автор этого поста будет рад узнать причину. По гулу задних дисковых тормозов. Тут, конечно, претензии, наверное, больше не к конкретному дилеру и вообще не к дилерам, а именно к Автовазу. Потому что по непонятной мне причине Автоваз не признает это дефектом каким-то. Но вернее, по понятным причинам, потому что придется тратиться на деньги и так далее. То есть Автоваз не признает это гарантийным случаем. Он вообще не признает это неисправностью. Он считает, что это нормальная работа. На мой взгляд, здесь Автоваз делает такой довольно-таки большой просчет. Я об этом уже как-то говорил в одном из своих роликов. То есть все мы видим, как активно рекламируется продукция Автоваза. То есть на маркетинг завод тратит там просто какие-то сумасшедшие деньги огромные, чтобы в умах потенциальных покупателей изменить отношение к бренду Lada. Чтобы объяснить, что Vesta это уже не Жигули, что это совсем другая Lada, что это совсем другой автомобиль. И вот представьте, вот такой потенциальный клиент, который, не знаю, посмотрел ролики про Vesta, ему все понравилось, все классно, здорово. Где-то на парковке встречает автомобиль Lada Vesta SV Cross. Он весь такой красивый. Ему все нравится, классно, здорово. Он еще больше хочет его купить, потому что нравится, как он выглядит. И вдруг этот автомобиль включает задний ход, начинает двигаться и раздается вот этот ужасный гул. Но я думаю, в этот момент, если он не передумает, то как минимум как следует задуматься, а изменилась ли Lada, а стоит ли ее брать. То есть здесь Автоваз сам себе наносит огромный имиджевый урон. Часто бывают такие ситуации, ты сдаешь задним ходом, у тебя в салоне, допустим, пассажир или на улице стоят люди, и раздается вот этот ужасный звук, и становится, ну, как-то прям даже стыдно, что ли, за свой автомобиль. То есть ты себя чувствуешь очень и очень неловко в этот момент, и как-то, ну, неприятные ощущения. Я думаю, многие владельцы Vesta со мной в этом согласятся. Так что Автоваз, ну, сделайте что-нибудь уже, наконец, с этим. По поводу проблем с запуском двигателя. Конкретно на моем автомобиле таких проблем нет. Двигатель запускается нормально, быстро, без проблем, всегда с первого раза. Но подобное что-то мне уже писали. Если вы также сталкивались с подобной проблемой, обязательно пишите в комментариях. И тем более, если вы нашли причину и устранили. То есть обязательно поделитесь опытом. Я думаю, всем будет очень и очень интересно, особенно автору данного поста, ну, и, наверное, дилеру, да, мастерам, которые не могут найти причину по какой-то причине. Прошу прощения за автологию. По поводу того, что дилер отказывается смотреть видеозапись, которую сделал владелец. Тут я вот этого момента вообще не понимаю. То есть у владельца автомобиля есть проблема. Он, чтобы облегчить тебе работу, снял ее на видео, приехал к тебе, рассказывает о ней и показывает, да. Тебе надо просто посмотреть. Тебе никто не заставляет отправлять эту видеозапись куда-то на АвтоВАЗ. Просто, чтобы ты понимал, что тебе искать, да. Потому что просто так у автомобиля ничего не происходит. Если глючит ММС, зависает картинка, значит, есть этому причина. Если не заводится с первого раза двигатель, значит, это ему есть причина. Если ты, как специалист, не можешь эту причину найти, я тебя хочу огорчить, ты хреновый специалист. Работаешь явно не на своем месте, уж извиняюсь. Да, мы же все-таки приезжаем не в гараж к дяде Ване, да, непонятному, а едем к официальному дилеру. В надежде на то, что у него-то уж работают специалисты, которые знают этот автомобиль. До винтика найдут мне любую проблему и все это устранят. И я буду ездить дальше и радовать. Но зачастую оказывается, к сожалению, не так. По поводу платной диагностики, тут я вообще вот этого момента не понимаю. То есть сначала вы посмотрели, бесплатно вы ничего не нашли, а потом те же самые люди будут смотреть уже за деньги. Я как-то не понимаю вот это вот. И опять же, почему, если у вас хреновый специалист, которые не могут найти причину, да, какой-то проблемы, почему я должен платить деньги-то за это? Я-то почему должен страдать как потребитель непосредственно? То есть что у нас получается по итогу? Человек купил себе автомобиль новый, отдал за него денег, почти миллион рублей. Проехал на нем всего 4 тысячи километров. У него появились некие проблемы. Я не знаю, кто хочет сказать, что вот все, что озвучил автор, это нормально, это нормальная работа автомобиля. Ну, не знаю, флаг вам в руки, что я еще могу сказать. Я считаю, что это ненормальная работа автомобиля. Этого не должно быть, да. То есть человек с этими проблемами приехал к дилеру. Потратил на это свой день, выходной. Потратил деньги на бензин, да. Он писал, что туда-обратно 200 километров. Потратил деньги на диагностику, а в итоге уехал с теми же самыми проблемами, с которыми и приехал. Ну, если вот по мнению дилера, у которого он обслуживался, да, я выше его называл, там, наверное, под видео оставлю и адрес на этого дилера, чтобы он почитал, посмотрел, чтобы дилер себя как бы узнал. Если по мнению этого дилера это нормальное качественное обслуживание, ну, я не знаю. Ребята, этот ролик снят не для какого-то там хейта дилеров или автоваза, нет. Не для этого. Ролик снят, чтобы ткнуть носом конкретного дилера. АО «Автоцентр Тольятти ВАЗ». В описании я адрес там его оставлю и так далее, все его координаты. То есть пускай со стороны посмотрит, кто там управляет этим, да, дилерским центром, посмотрит, какие качественные услуги они оказывают. Ну, что я могу сказать? Может быть, о чем-то задумаются. Может быть, немного вырастет качество обслуживания. Может быть, остальные дилеры, кто также недобросовестно относится к своим клиентам, тоже посмотрит и тоже задумается и немного планку качества приподнимут. Если вы сталкивались с подобными ситуациями, то обязательно мне пишите в контакт. В личку ссылки будут в описании, да, может быть, снимем с вами такой же подобный какой-то ролик. Я думаю, людям также будет интересно и полезно будет для общего, так скажем, поднятия качества обслуживания. Ну, во всяком случае, хочется в это верить. Разумеется, я тут не собираюсь только кого-то разносить. Если вы, наоборот, остались очень довольны обслуживанием, не знаю, у вас были какие-то проблемы, никто не мог найти, вы приехали к официальному дилеру, он там вам все нашел, все устранил, все классно, все здорово, также пишите и об этом расскажем. То есть почему нет? Если люди ответственно подходят к своей работе, про это тоже нужно рассказывать, я считаю. Друзья, большое вам всем спасибо за ваше внимание. Пишите ваши комментарии. Единственная просьба – без мата. То есть я понимаю, тема такая животрепещущая, если будет много негатива, без мата и оскорблений. Буду просто удалять. Вот нещадно буду удалять все с матершиной. Большое вам всем спасибо еще раз за ваше внимание. Подписывайтесь на мои каналы. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok